Все проблемы и чаяния жителей на карандаше. Уже 17 лет Надежда Ивановна Курапова работает председателем совета ТОС Струковский и хорошо знает, что волнует ее подопечных. Говорит, раньше, чтобы спилить во дворе дерево или установить скамейки, приходилось долго ждать, пока обращение пройдет всей инстанции. Теперь уверена, возможность решать такие вопросы на местах существенно улучшит жизнь горожан. Практически нет детских площадок. А ребятишки растут. В мою бытность уже три поколения выросло. Уже и дети появились, и внуки. А площадок как нет, так и не было. Они не просят там какое-то благоустроенное, потому что территорию не позволяет. Достаточно там какие-то малые формы, качельки, песочница. Вот имея бюджет в районе, эти проблемы будут решаться по заявительному принципу. В микрорайоне Струковский проживают более 8 тысяч человек. Им предстоит выбрать кандидатов, которые примут участие в выборах в районные советы депутатов. Партия «Единая Россия» организует предварительное народное голосование. На пикетах всегда многолюдно. Горожане считают, от их выбора зависит благополучие микрорайона. Да и будущих народных избранников знают лично. Искренность есть в наших руководителя. Веришь им, доверяешь. Поэтому за них голосуешь. По-настоящему. Я решил поддержать кандидатов от нашего, по крайней мере, вуза, которые вошли также в общественный совет. И хочу проявить свой гражданский долг, чтобы потом быть ответственным за то, что происходит у нас в городе. Я постоянно хожу на все выборы, потому что считаю, что каждый гражданин России должен ходить и голосовать, свой голос отдавать за тех, кого он считает нужным. Предварительное народное голосование уже завершилось в железнодорожном, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах города. Сейчас голосуют Ленинский и Красноглинский. Сделать свой выбор горожане смогут до конца месяца. По итогам голосования кандидатами в районные советы депутатов станут 568 человек. А уже 13 сентября в Самаре пройдут выборы, по результатам которых определятся 284 народных избранников в районные советы депутатов.